Ой ты гой еси, добрые молодцы! Что скажу я вам, что поведаю? Приезжали к нам да наведались в славный град наш Орел на реке Оке. Всем привет! В эфире Лиза Крапкова. Давненько мы с мужем не выбирались на концерты, целых два месяца прошло. Но нашу тихую и размеренную жизнь наконец-то разрушила группа Butterfly Temple. Как настроение, Орел! Отлично, отлично! Субтитры создавал DimaTorzok По шагам проводила сильная плавка. Север, а в осень, север, сезон, сувер, север, 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 север. Для тех, кто не знает, Butterfly Temple является флагманом отечественного пейган металл. Некоторые даже говорят, что это самая главная величина российского фолк металла. Название группы Butterfly Temple родилось в те годы, когда мы вообще не собирались играть в никакой славянский металл. И грезили группами Тиомат, Парадес и тому подобное. И, соответственно, увлекались направлением Doom, металл, готический привкус. Чтобы эти группы слушали. И, соответственно, название хотели подобрать, чтобы оно звучало романтично, эффектно. Так как Butterfly мы выбрали сразу, потому что оно как бы и по-английски, и по-русски все поймут. Ну, в том числе есть даже и стиль плавания, и так далее. Ну, и бабочка, как бы, все, в принципе, понимают. А Temple мы, на самом деле, очень мистическим путем упочисляли. Я его раскрывать не буду. Пожалуйста. Вот. Ну, и вместе в итоге получился Butterfly Temple. Вот, храм бабочки. Нам очень понравилось. На то время это как раз было то, что нужно. В таком, каком-то мрачно-романтическом стиле. Вот, а уже в дальнейшем, под воздействием... На котиков. Некоторых. У Андрея Андреевича. Ну, не хочу. Не хочу. Не надо. Вот. Под воздействием определенной литературы, в том числе фильмов и музыки и так далее, и тому подобное, вот, мы пришли к интересу, скажем так. Просто сначала к интересу викинг-метал, норвежский, вот, black-метал, и близко к тому, что касается языческих корней, там, группы, там, Unslave, вот, и так далее, и тому подобное, да. Коллективы, в том числе, там, Сатириконы, Перер, много было групп, вот, но в основном, но ближе к рен пошел, нас заинтересовал вот именно в направлении, воспеваемое, там, воспетые нордические боги, и так далее, и тому подобное. Ну, собственно, почему были первые песни, одна из первых песен, Волки Один, собственно, как бы к славянской, ну, там, к панарийской культуре, она, как бы, отношение все имеет, они все, как бы, языческие боги, вот, исконные, там, так скажем. Вот, вот, а, но все-таки это было именно дань, такой интерес, моды, какой-то там, вот, увлечение, а именно нордическим металом, ну, и в том числе, фолк-метал, вот. Вот, поэтому название не соответствует тому стилю, по которому играем, но менять название, например, на Дети Велеса, там, или Шинчич, посерьезный, там, какой-нибудь, да, там, условно говоря, или какой-нибудь, там, родогост, там, еще что-то там, да, вот. Мы не стали, почему, потому что, ну, группа Живой Организм, если ты ей дал название, ну, это, как, я не знаю, как, собственно, ребенка придать, там, да, ну, вот, дал название, мы с этим названием сделали свои первые шаги, как коллектив, вот, и поэтому менять название нам казалось просто каким-то глупым, и вот, а вдруг мы бы увлеклись, там, джазом, добейшим, и опять бы переименовали группу, там, например. Давай Питя. Да, вообще, интересно, посмотрите, джаз вообще. Да, вот, ну, на джаз мы, это, ручки не доросли, шаловливые, вот. Группе уже более 20 лет, и за это время состав ее неоднократно менялся, и для любого творческого коллектива это вполне нормальный процесс, и, на мой взгляд, происходит отделение зерен от плевел, музыка приобретает какое-то иное звучание, потому что за каждым инструментом стоит личность. И, знаете, этот концерт подтвердил еще раз мысль о том, что записанный звук – это всего лишь звук. На живых концертах чувствуется энергетика, которая присуща каждой группе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что из забытых славянских традиций вы бы с удовольствием вернули в современную жизнь? Ну, возвращать какие-то славянские традиции в том понимании, ну, как сказать, в общем культурном, в общепринятом понимании, вот, конечно, я бы не стал, да, как я всегда, например, когда меня спрашивают, где-то я там интервью даю или что-то еще, вот, я всегда говорю, что, ну, свой собственный, как угодно, там, храм, капище, оно должно быть где-то вот здесь, в сердце. А не выносить его, потому что вынося его вот сейчас в современный мир, как вот, например, проходит, в котором вы тоже участвуете, праздники, там, купала и так далее, там, подобное, там, вот. Вот, и делать из этого, как многие делают, какой-то тоже такой фетиш или какую-то новую, вот, как родная эра некоторые делают, как бы опять создают какую-то сектантскую вот такую, как... Масленица, она не сектантская? Нет, нет, я имею в виду вот эти сообщества, эти сообщества, то есть вот специально, как пропагандировать какие-то культовые, там, вот, обряды, еще чего-то из того времени, ну, это сейчас в современном мире, как бы, ну, не имеет большого смысла, вот. Для нас лично, то есть кто-то это делает, и, как говорится, да, мы лично придерживаемся того, что мы очтим каждый сам для себя, ну, и мы вместе, коллектив Ненамочек, мы чтим своих предков, чтим, соответственно, те традиции, те... Те силы природы, которые исконно всегда были с нами, с людьми, вообще, в принципе, независимо. Субтитры создавал DimaTorzok Я музыкой занялся для того, чтобы донести музыку для людей. Скорее, эмоциональное состояние. Эмоциональное состояние, да. Основная идея, основной посыл у нас уже на протяжении... Мы были у нас альбомы концептуально посвященные, там, первые альбомы богам, там, светлым, темным и так далее. Со своей точки зрения, мне кажется, что мы воспеваем в своих песнях, именно если брать лирическую составляющую, да, мы воспеваем человека в его хороших, в том числе и плохих духовных, там, каких-то начинаниях. И мы поем о пути человека в этом мире. То есть мы немножечко от божественной составляющей дошли, мы в основном поем о человеке. Все наши тексты в основном о человеке, о его борьбе, они... Есть у нас концептуальный альбом, там, вот, собственно, как вечность, который посвящен пути человека к перерождению духовному. Ну, от рождения к смерти и к духовному перерождению, как бы цикл был. Я, как музыкант, занимаюсь музыкой. Вот. Если эта музыка находит отклик у людей, так еще, если вдруг и лирика находит в соответствующем музыке, когда есть соответствующий отклик у людей, то я счастлив. Ну, если нет, ну, нет. Я расстроен. Нет, я не расстроен. Наверняка найдутся те люди, на которых отклик от находится. Мне важны эти люди. А те люди, которые считают нас там, кто там считает нас там позерами, кто нас считает там псевдо, там, как, язычниками, так, кто как угодно. Могут поставаться при своем мнении. Я на их мнение, как говорится, не наставил. Пожалуйста, хотите так думать о нас. Думайте так. Я никому доказывать ничего не собираюсь. Я делаю музыку. Вот. Наши друзья и товарищи пишут лирику. К сожалению, мы сами в последнее время не пишем. Мы обращаемся к поэту, в том числе, вот, например, к Дмитрию Семенову, питерскому поэту, который написал лирику для нескольких наших альбомов. Последний. Поклонники БТ буквально не отпускали группу со сцены, когда концерт подошел к концу. Они требовали еще песен и драйва. Ну и поэтому на сладкое был самый настоящий хоровод. Боро! 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 Вы умеете ко мне водить хоровод? Нет! Нет? Боро! 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 Для меня БТ – это группа, сумевшая виртуозно совместить несочетаемое славянскую тему и тяжелую музыку. Образно говоря, это все равно, что лапти задекорировать шипами. Лабутены, конечно, не получится, но выйдет нечто новое и оригинальное. Спасибо вам большое, вы так много хорошо говорите. Да, я в детстве занимался в студии художественного слова. А я художественного стояния. Да, просто я стоять. Хорошо стоять тоже надо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!